эйра или если расшифровать это аббревиатура autonomous intelligent robot agent в рамках этого проекта мы создаем платформу для того чтобы роботы автоматические системы различные кибер физические системы могли общаться между собой и с людьми непосредственно я сделаю свою презентацию именно по слайдам на английском языке надеюсь это никого не смутит у нас достаточно обширное турне буквально недавно закончилась мы посетили достаточно много наших коллег и партнеров за рубежом кто так или иначе связан с этой тематикой с тематикой роботов с тематикой блокчейн и криптовалют потому что по факту то что мы делаем это вот эти вот три компоненты использованные вместе и дальше я вам расскажу почему мы это делаем и какие именно мысли и идеи мы прежде всего преследуем хорошо давайте начнем разрешите еще раз немного о себе меня зовут александр капитонов еще раз я работаю в университете этно сейчас на должности ассистента надеюсь в ближайшем будущем уже на должности до цента и достаточно давно уже занимаюсь работой в инженерном студенческом конструкторском бюро где мы занимаемся разработкой программированием и подготовкой различного рода автоматизированных и робототехнических систем как для индустрии так и для соревнований в частности моя кандидатская работа была связана с автоматизация индустриальных процессов это была установка достаточно такая объемная по выращиванию на на кристаллических структур то есть полупроводники для того чтобы их создать необходимо грести определенные условия и получить продукт на выходе и вот в частности тогда я уже начал задуматься а каким образом сделать так чтобы мы создавая продукт не думали о каких-то мельчайших до деталях том чтобы соблюсти температуру там какие-то еще условия технического процесса а чтобы мы напрямую управляли непосредственно качеством этого продукта количеством этого продукта и это одна из тех идей которые мы закладывали когда занимались разработкой нашей системы чтобы перевести управление от человека на самый-самый высокий уровень и максимально исключить из сделок и цепочек обеспечения которые сопровождают различные процессы ну вот на мама в этом случае индустриальный человека чтобы соответственно минимизировать риски которые привносят управление людьми в технические системы и в принципе уже девять лет я занимаюсь вот этой работой работать с автоматизированной системы с робототехническими системами мы организовали достаточно обширный мощный качественный коллектив для того чтобы готовить непосредственно самих роботов и одним из направлений в которых мы участвуем это в рамках университета и тмо то что интересно университету прежде всего это соревновательная деятельность и как раз таки для робототехнических соревнований это то с чего мы начинали и то чем сейчас занимаемся с ребятами со студентами у нас может быть кому-нибудь будет это полезным есть бюро в котором можно прийти и свободно участвовать на полноправном стать членом этого бюро и принимать участие как соревновательной деятельности так и в проектной деятельности готовить самих роботов какие-то автоматизированные системы ну и в дальнейшем подключиться к нашему проекту ну что касается соревновательной деятельности вот последнем году 2017 мы продемонстрировали хорошие результаты и на международных соревнованиях это роботекс и на соревнованиях в коста-рике проходили вот роботекс проходил в таллине вторые это world робот олимпиад 2017 года проходили в коста-рике там мы тоже заняли первое место и призовые места у нас были на международных соревнованиях робокап это одно из таких самых больших сейчас робототехнических соревновательных движений в мире собирает достаточно большое количество участников и зрителей посетителей вот это что касается того как я лично я к этому шел и почему я собственно говоря вошел в этот проект и в него проект эйра я вошел со стороны робототехники у нас достаточно интересная команда собралась в 2015 году где были ребята с робототехники где были ребят звук чейна и мы начали делать интересный эксперимент который представлял собой прямое взаимодействие между человеком и роботом посредством смарт-контрактов то есть буквально это выглядело следующим образом вы отправляете токены на смарт-контракт с параметрами в данном случае из исполнения какой-то функции и робот ее выполняет это мы назвали прямым взаимодействием робота и человек когда человек активирует деятельность робота через транзакцию и одним из первых проектов был следующий буквально небольшое видео с описанием вообще того как как может происходить взаимодействие роботов посредством блокчейн это вот один из первых проектов команда разработчиков опубликовал результаты эксперимента по заключению контракта между человеком и роботом для достижения gps координат без посредников оплаты и участие оператора управления роботом после выхода данного пресс-релиза на протяжении четырех месяцев мы занимались улучшением проекта с одной целью обеспечить безопасность использования единого пространства множеством автономных роботов при выполнении задач поставленных в их контракт в середине апреля 2016 года мы перешли к полевым испытаниям проекта дрон сотрудник проекта который должен обеспечить безопасность использования единого воздушного пространства множеством беспилотных летачных аппаратов без участия человека у нас это получилось и в данном видео я расскажу подробнее о ходе полевых испытаний полевые испытания проводились в апреле 2016 года на средней волги вблизи города тольятти мы организовали съемку промо-ролика для команды по мотокроссу с участием одного видеооператора и четырех автономных дронов компании 3dr оснащенных камерами gopro план испытаний был сформирован следующий первым шагом необходимо было передать информацию об используемой территории в которой будет происходить движение беспилотных летательных аппаратов децентрализованной автономной диспетчерской дрон сотрудник наша диспетчерская способна работать с высокоточными топографическими данными но к сожалению мы не имели возможности произвести сканирование территории лидаром поэтому территория была размечена с помощью сервиса google карт и обычно gps приемника мы определили границы доступной для полета в территории высоту склонов над уровнем моря и запретную для полетов область которая в нашем случае являлась зоной свободного передвижения участников съемки и стоянки автомобилей в итоге мы получили следующую модель территории для сравнения я привел более точную модель территории с подгруженными топографическими данными парка на севере сан франциско проекта open topography сан-диего вторым шагом нам необходимо было заключить умный контракт с каждым дроном на достижение нескольких gps координат дроны использующие программное освещение дрон сотрудник могут заключать контракты посредством блокчейна сети эзериум на достижение множества точек на карте получаемых формате gps координат также возможно указать время старта поворот по азимуту высоту и дополнительные действия в точке такие как сброс груза включение выключение записи видео или же передачи контроля на дроном пользователю в данной точке важно понимать что общаясь дроном вам не требуется думать о диспетчере он полностью автономен и способен самостоятельно общаться с дронами без участия человека то есть вы заключаете контракт с дроном который самостоятельно зарегистрирует маршрут у диспетчера при этом если в маршруте дрона будут допущены такие ошибки как вхождение в запретную зону или же пересечение с траектории уже зарегистрированных маршрутов то диспетчер самостоятельно скорректирует маршрут дрона и передаст безопасный коридор полета обратно дрону через блокчейн при заключении контрактов с дронами мы специально допустили ситуации пересечения траектории каждого дрона как минимум с одним другим дроном и вхождение каждого дрона в запретную зону при движении от точки к точке после регистрации всех маршрутов мы получили представленную на экране модель территории с коридорами полета как вы можете заметить дроны получили от диспетчера маршрут с дополнительными точками для избежания вхождения в запретную зону и столкновения при движении и последний третий шаг необходимо было дать старт команде мотоциклистов в то же время которой дроны должны были начать свой полет мы провели два дня в полях поработали с двумя картами местности получили много нового опыта и самое главное достигли результата дроны благодаря нашему программному обеспечению действительно не столкнулись и двигались не влетая в запретную зону это делает возможным существование автономных баз дронов без страха за безопасность полета множество беспилотных летательных аппаратов в едином воздушном пространстве без участия человека они в этом ролике прозвучали автономные базы дронов как участники сети блокчейн независимые агенты которые могут принимать и отправлять транзакции это прозрачность определенных данных ну например то что связано с регистрацией беспилотных летательных аппаратов сейчас в принципе данные про регистрацию воздушных судов они открыты и все маршруты соответственно они могут быть найдены и прослежены онлайн в данном случае это как раз таки задачи которые очень хорошо ложится на блокчейновую часть когда мы можем публичные данные надежно и с гарантией их сохранности хранить блокчейн это одна из мотиваций было почему мы стали использовать блокчейн в частности эфириум блокчейн но про и про эфириум могу сказать что прежде всего это смарт-контракты которые необходимы для автоматического взаимодействия системы между собой собственно говоря теперь от такой небольшого вот такой небольшой вступительной части про то с чего мы начинали и почему мы были замотивированы заняться именно роботами и их связкой с чейновой частью немножко больше о принципе к чему это привело мы начали свое знакомство с платформой эфириум еще до официального старта запуска и первых нот это было достаточно активное взаимодействие с участниками на форумах общения обсуждения тех технологий и тех решений которые там предлагаются потом 2015 году мы уже стали первыми майнерами в этой сети и буквально после через несколько месяцев после запуска эфира мы сделали первый смарт-контракт который позволил взаимодействовать с автоматической системы в нашем случае это дрон был и человек то есть напрямую заказали услугу дрона и получили гарантированный результат на наш взгляд одно из основных проблем которые сейчас существует в организации подобного рода больших систем это относится и к интернету вещей к индустрии 4.0 где в основном решение предлагаемые они являются централизованными есть некоторый определенный шлюз через который вы взаимодействуете либо с клиентом либо с другой системой но встает вполне резонный вопрос если у вас есть две полностью автоматические системы предположим автоматический склад и автоматическая логистическая компания я думаю что никто не будет отрицать что буквально в ближайшие десятилетия это станет реальностью и как как тогда этим двум системам абсолютно различным принадлежащим различным юрлицам взаимодействовать между собой сейчас этот вопрос естественно решается интеграции двух платформ то есть они предоставляют друг другу определенная api и дальше взаимодействовать друг с другом мы же посмотрели на этот вопрос с научной точки зрения и обратили внимание на труды рональда коза это экономист который получил нобелевскую премию в области теории фирмы и он сказал следующее что всегда для взаимодействия а при достаточно больших предприятий и агентов между собой экономические взаимодействия будет самым эффективным и мы подумали а почему бы экономическое взаимоотношение и экономическое взаимодействие не перенести на автоматические системы и тогда мы пришли кто идеи которую мы назвали экономика роботов и в частности здесь здесь приведено интересная такая демонстрация к чему мы пришли что при помощи блокчейна смарт-контрактов мы можем не просто обеспечить а унифицированный протокол взаимодействия различных автоматических систем между собой посредством токенов или каких-либо или utility токенов до или каких-то ценностей но и объединить экономическую транзакцию с техническим описанием в одно целое то есть сейчас появилась возможность полностью техническую спецификацию передать вместе с экономической транзакцией и тем самым сократить транзакционные издержки на передачу информации сейчас в основном любые робототехнические системы они так или иначе связаны с оператором и то к чему мы хотим прийти в принципе концепция индустрии 4.0 концепция интернета вещей ведет нас это максимальное автономное взаимодействие различных агентов различных автоматических робототехнических систем между собой то есть например у нас есть сеть сенсоров с нее собираются данные некоторый автоматический сервис это все обрабатывает и выдает результат каким образом сервис взаимодействует с поставщиками этих данных в нашем случае это экономическое взаимодействие это и мотивация людей которые могут принять участие установить у себя системы наблюдения за состоянием среды или какие-либо дополнительные датчики и те люди которые будут содержать автоматически анализирующие системы и собственно говоря вот эта концепция она ложится мы ее кладем в основу того как мы видим умные города и умные фабрики и это то каким образом мы представляем себе организацию будущего децентрализованных умных городов и умных фабрик автоматическое взаимодействие систем посредством токена между собой что позволяет унифицировать полностью взаимодействие я немного здесь добавлю о том каким образом мы пытаемся подготовить точнее разрешите я сделаю отступление небольшое буквально буквально 9 апреля пару недель назад мы выступали в европарламенте с данной темой потому что очень много похожих вещей которые мы закрываем в стратегических планах развития экономики и собственно говоря в социальных аспектах которые привносят автоматизация в нашу жизнь когда после нашей презентации началась достаточно такая дискуссия активная но больше она не было про блокчейн или роботов или про экономические какие-либо аспекты прежде всего людей волновало социальные аспекты тому куда мы идем потому что не совсем понятно каково будет место в мире человека где существует и работу выполняет в основном одни роботы что нам остается делать и естественно все обратили внимание на то что сейчас прежде всего не готовы люди подобным технологиям и подобным решениям а технологии соответственно уже существует да они двигаются вперед но каким образом нам подготовить людей подготовить специалистов которые будут дальше продвигать это направление и вообще каким образом сделать так чтобы люди начали принимать то что происходит сейчас и в этом плане мы конечно затронули образовательную часть и образование как оказалось для всех их весьма таким чувствительным вопросом сейчас нужно уже уже сейчас нужно заниматься тем чтобы готовить людей тем профессиям которые понятное дело появится через 5 7 6 5 7 8 лет это вполне логично потому что сейчас достаточно быстро технологии двигаются и так что получается так что студенты которые выходят на выпуске они не совсем релевантны данной ситуации на рынке труда и собственно говоря что по этому поводу и я скажем вещаю что я предлагаю это больше относится прошу прощения сейчас все происходит следующим образом то есть есть базовые дисциплины на которые мы опираемся и традиционно да изучая робототехнику и вообще в восприятие роботов в нашей жизни это больше непосредственно отношение к ним как машинам которые мы которыми мы должны управлять которыми мы должны обеспечивать определенные показатели качества процесса и производства и в частности вот все базовые дисциплины которые относятся и к теории автоматического управления и к математике и так далее и так далее но на наш взгляд уже сейчас пора вводить дисциплины которые будут помогать людям в будущем создавать то что мы называем умными городами и умными фабриками и и а тут я отмечаю следующие моменты что это пиринговые сети прежде всего потому что это сейчас это возможность организации достаточно больших масштабируемых сетей с избежанием риск рисков централизации когда информация находится под контролем какого-то определенного одного звена это это в принципе центре вот пиринговые сети на на мой взгляд это в принципе возможность создавать инструменты прямой демократии когда люди непосредственно вовлечены в процесс производства ценностей и определенным образом на него могут влиять и влиять не только на процесс производства но и также на сопутствующие вещи которые при этом происходят я дальше приведу несколько примеров которые на мой взгляд при проиллюстрируют эту идею вот следующее это криптовалюты почему крип потому что криптовалюты это первые деньги для робота это первые легкодоступные деньги для роботов то есть раньше в принципе тоже возможно было совершать автоматические транзакции при этом вы пользовались определенным банк банковским API которая вам предоставлялась на вполне определенных условиях и вы могли совершать определенные транзакции после чего выполнять какой-то это набор действий сейчас же это доступно абсолютно каждому при помощи криптовалют вы напрямую можете подключить своего свой сенсор своего робота свой компьютер в сеть и и ваш робот будет выступать от вашего лица непосредственно совершая эти операции следующий момент это умные контракты умные контракты это первое формальное описание контрактов для робота ну по факту смарт-контракт сейчас есть полная возможность описать бизнес-процесс который должен произойти при поступлении денег на счет и дальше вы предоставляете полную свободу автоматической системе по выполнению всего цикла действий ну и следующий момент естественно сейчас развитие когнитивных сервисов это то что является достаточно актуальным достаточно востребованным и в нашем случае любые когнитивные сервисы они выступают как автоматические автономные агенты децентрализованной сети то есть по факту нам без разницы есть ли робот он физический или робот он программ то есть это не составляет каких-либо трудностей хорошо дальше я перейду к теме про которую я уже упоминал это то каким образом то что то о чем мы говорим и то что мы предлагаем наше видение каким образом это связано в принципе с глобальным видением других людей других сообществ в плане экономики в плане технологий сейчас достаточно я думаю сейчас у всех стран есть уже стратегии развития цифровой экономики и в принципе если я не ошибаюсь в прошлом или позапрошлом году когда наверное уже в позапрошлом году когда правительство опубликовало нашу стратегию развития цифровой экономики то там были заложены определенные принципы о которых мы уже тогда говорили и которые мы и технологии которыми мы пользовались они уже могли покрыть достаточную часть того что того о чем там говорили ну начнем с того что разработка платформ и посредников для передачи обмена данных и унифицированных разработку унифицированных стандарт унифицированных прошу прощения способов связи различных систем между собой доверие и безопасность этих систем ну тут я думаю не стоит как-то делать сильный акцент потому что понятно что блокчейн он как раз об этом прежде всего экономика данных вот касательно экономики данных это то о чем я уже говорил в плане того что вы можете предоставлять доступ к тем данным которые вы собираете или вашим персональным данным в частности продавая их каким-либо агрегатором чтобы они более таргетированно предоставляли рекламу ну это то что реализовано сейчас это то что можно делать сейчас ну опять же интеропераберность и стандартизация это те важные аспекты которые поднимают наши законодатели и в принципе правительство государства для того чтобы была возможность создать достаточно большие системы и длинные цепочки обеспечения для этих систем сопровождение фуд прошу прощения да и еды и того что относится к лекарству у нас сейчас кстати проходит два проекта один проект связан с кондитерами другой проект связано с химиками фармацевтами в общем задачи приблизительно у них одинаковые то есть у кондитеров стоит задача в том чтобы проследить всю цепочку доставки продукта до потребителя и быть уверенным гарантировать что этот продукт не испорчен что он того качества которое обещает производитель в частности для этого используются различные устройства ну сейчас вот ведутся разговоры о как это правильно назвать умных штрих-кодах которые могут показывать состояние продукта вся эта информация о штрих-коде и в принципе цепочки по которой продукт дошел до магазина и попал в руки потребителю она предполагается отображение свое блокчейн каким образом это реализуется я в конце своего выступления передам слово своему коллеге Вадиму и он расскажет больше деталей о технических составляющих ну и конечно же вот третий пункт который также отмечает правительство это умные контракты для автоматизации юридических процессов ну одним из самых очевидных и простых решений которое сразу было замечено ну прежде всего насколько я знаю первыми это сделали англичане они начали замену нотариусов на блокчейнизацию документов которые должны должны быть верифицированы теми или иными структурами вот так что такие примеры они уже существуют и они находят свое место в жизни следующий момент это относится больше к робототехнической части потому что есть помимо наших с вами желаний и желаний правительства о том каким образом должны быть устроены подобные системы есть еще некоторые стандарты для подобного рода робототехнических систем вот и одним из первых я хочу отметить потому что это такой очень важный аспект для нас в нашей работе это ученые отмечают что необходимо при создании систем подобного рода учитывать то что они должны быть наблюдаемы третьей стороной то есть в принципе должна быть возможность существования некоторого третьего стороннего сервиса я больше склоняюсь к тому что это должно быть автоматизированный когнитивный сервис или может быть не когнитивный просто какой-то это алгоритм оценки состояния предприятия или процесса производственного и он независимо дает свою оценку качество процесса или качество продукции которые производятся автоматическим предприятием и в этом плане блокчейн как раз дает нам эту возможность обеспечивая прозрачность и неизменяемость данных поселенных в него эти данные уже могут быть использованы третьей стороной валидирующей которая говорит о том что да эти данные хорошие и соответственно продукт который связан с этими данными он будет соответствующего качества также стоит отметить что одним из моментов которые отмечают ученые что необходимо создание фреймворков которые позволят также избежать рисков централизации для подобных систем и с возможностью внедрения различных автоматизированных сервисов и последнее это сокращение ущерба при внедрении данных систем потому что понятно что сейчас например вот есть пример в китае установили полностью автоматический завод lights out то есть там даже свет не включается внутри и нет отопления и при этом достаточно большое количество человек потеряло свою работу при этом все финансовые потоки которые существовали и остались связаны с этим заводом они идут уже в руки одного человека то есть не каким образом пополнять бюджет каким образом распределять блага уже между людьми которые в принципе уже не причастны к этому процессу то есть это те вопросы которые носят такой социальный этический характер но при этом мы можем сказать что при помощи блокчейн мы закладывая в смарт-контракт определенные правила игры можем регулировать то что происходит регулировать эти процессы и сейчас я остановлюсь на тех кейсах которые мы разрабатываем которые мы демонстрируем первый о котором я хочу рассказать это токенизация экстерналий не физических скажем так поясню подробнее в общем вы потребляете какой-либо продукт при этом при производстве этого продукта было выброшено какое-то количество co2 или вы воспользовались перелетом на самолете или вы купили iphone и если вы знаете о том сколько co2 при этом было выброшено у вас есть возможность эти в этом эквиваленте погасить заплатить за эти выбросы дальше что можно сделать если вы имеете определенные фонды которые были собраны о погашении выбросов co2 вы находите например мазутную или угольную электростанцию где-нибудь в стране отдаленной и ее модернизируете подтверждая тем самым сокращение и подтверждайте сокращение выбросов co2 то есть в принципе механизм организации работы вот он выглядит следующим образом вы можете полностью отследить те экстерналии которые происходят при потреблении той или иной услуги после чего их реально физически можно погасить в другой точке мира тем самым сделав мир более устойчивым следующий момент это индустрия 4.0 и у нас на сайте есть ссылочка активная куда можно зайти и посмотреть как у нас это реализовано на макете достаточно большом который занимает порядка двух столов подобных там реализована следующий следующая экономическая игра есть инвесторы которые заходят на тот или иной рынок определенного товара после чего фабрика анализируя фонды которые находятся на этим на этом рынке начинает производить тот товар который был инвестирован бюджет и таких фабрики 4 после того как были помещены деньги на в определенный фонд эти 4 фабрики начинают между собой соревноваться кто сможет произвести товар так скажем чтобы это было выгодно и в самой фабрике и инвестору который внес деньги на рынок в данной игре вы выступаете в качестве инвестора так что прошу заходите к нам инвестируйте и посмотрите что получится как это работает следующие два кейса это соответственно трекинг цепочки обеспечения которых я уже говорил товаров в частности химических и продуктов питания об этом на следующем слайде у меня небольшой тоже видеоролик показан каким образом это реализовано ну и соответственно то с чего я начал это автономный провайдер для беспилотных летательных аппарат то есть понятное дело что беспилотные летательные аппараты в нашем случае это могут быть уже не не только квадрокоптеры или самолеты в ближайшем будущем мы ожидаем беспилотные такси которые таким или иным тем или иным образом придется увязать уже существующую систему трафика воздушного ну и собственно говорят давайте последний в этом видеоролике рассказывается о производстве продукта фармацевтического и при этом делается акцент на том что он очень чувствителен тем параметром при которых его производили в данном случае температуре если не соблюсти этот параметр то продукт может стать опасным опасным для а там сейчас просто пока в сцеплении это мы не 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 Продолжение следует... Собственно говоря, здесь, еще раз, представлено производство определенного фармацевтического продукта, который чувствительен к параметрам, при которых его производили. И потребитель в конечном итоге должен быть уверен в том, что этот продукт произвели достаточно качественно, соблюдая эти параметры. Поясню почему. Потому что это диоксид хлора, который вешается на грудь и, в принципе, создает некоторое облако, дезинфицирующее вокруг вас. И если сильно нарушить спецификацию производства, то можно и отравить человека таким образом. Отображение и публикация данных о самом процессе производства и о параметрах этого процесса позволяет дать потребителю возможность убедиться в том, что продукт обладает заявленными качествами и он может быть использован. Спасибо за внимание с моей стороны. С моей стороны пока все. Я хочу передать слово своему коллеге Вадиму. Он больше расскажет о технических деталях, того, каким образом организовано взаимодействие роботов, смарт-контрактов, умных городов, умных фабрик и всего-всего остального. И после этого можно будет начать активную дискуссию. Добрый вечер всем. У меня не будет очень много сейчас информации. В основном нам будет касаться, как именно, какими технологиями мы пользуемся, чтобы подключить того или иного робота к нашей системе. И я покажу вам, что это может сделать практически любой. Я в AeroLab работаю девопсом. В принципе, сейчас моя работа полностью завязана на работе с химбиокластером, который был последним роликом. Я для них разрабатываю вот эту систему контроля качества. Сейчас покажу чуть поближе. Но для начала два столпа технологий, на которых мы базируемся. Это уже не раз упомянутый Ethereum. Мы от него взяли, собственно, блокчейн и пиринговую сеть. Но это может почти любой сейчас. Еще у него есть EVM. Это Ethereum Virtual Machine. То есть виртуальная машина Ethereum, на которой можно исполнять смарт-контракты. Собственно, она делает его таким крутым. И она позволяет добиваться нам тех результатов, записывать контракты, исполнять их. И все это будет происходить автономно, без нашего участия. И второй компонент — это ROS, роботоперейтинг систем, который отвечает за техническую часть. У ROS есть очень крутая модель Publisher Subscriber, при которой мы можем налаживать общение между любыми двумя сущностями. Допустим, сущностью может выступать один робот. Или в одном роботе может быть их несколько. Они называются ноды. И эти ноды позволяют нам абстрагироваться от какой-то конкретной киберфизической системы. Нам уже не важно, с кем мы общаемся. Общаемся ли мы с подвижной платформой, с летательным аппаратом или с плавательным судном. У нас есть топики, и мы знаем, какая информация должна поступать по этому топику. За публикацию отвечает Publisher. Мы можем на нее подписаться с помощью Subscriber, читать и соответствующим образом реагировать на эти данные. И другой момент, что было очень приятно. У ROS есть уже огромное сообщество, огромное количество подключенных роботов. И оно все растет и пополняется с каждым днем. Соответственно, подключить робота к робономике не составляет труда. Теперь рассмотрим индустрию 4.0, как она выглядит со стороны умных городов. Вообще, в индустрии 4.0 IoT представляет собой огромное количество датчиков, сенсоров, которые постоянно снимают какие-то данные и готовы их публиковать куда-то. В том числе, на каждом производстве у нас стоит достаточно датчиков, снимающих температуру, снимающих влажность и так далее. И как это организовано сейчас? Есть что-то автономное, завод или киберфизическая система. Есть человек, есть тот, кто желает воспользоваться какими-то услугами. Между ними появляется IT-компания, которая, с одной стороны, агрегирует данные с киберфизической системы, с другой стороны, предоставляет человеку доступ к сервисам этой киберфизической системы. Но для нас она выступает черным ящиком, мы не знаем, что там. И если мы говорим, допустим, про систему контроля качества, да, она может собирать все данные с датчиков, но она также может их изменить и выдать уже совершенно что-то другое. Мы не можем ей доверять. Эта централизация уже была упомянута не раз, что мы стремимся этого избежать. Также очевидным решением будет заменить вот эту IT-компанию на пиринговую сеть. Здесь мы видим ту же автономную систему. Теперь она с помощью АИРы публикует свои данные в пиринговую сеть. Но было бы очень затратно, я сейчас поясню вот здесь вот эту часть, было бы очень затратно писать в блокчейн вообще всю информацию. Почему? Потому что записывать в блокчейн дорого. Каждый раз за запись в блокчейн мы тратим газ, и он дорогой. Поэтому мы пользуемся децентрализованной IPFS, это хранилище децентрализованное, а в блокчейн идет только хэш. Хэша достаточно, чтобы уникальным образом описать какой-то набор данных. Дальше клиент или вообще любой другой через соответствующий интерфейс имеет доступ к этим данным. Может им уже воспользоваться, и самое главное, может им доверять, потому что мы не говорим про какого-то одного выгодополучателя. Еще одна проблема, это вот как раз доступ к сервисам какой-либо киберфизической системы. В случае с IT-компанией она всем этим занимается, и она предоставляет какие-то услуги. А когда мы говорим про автономные системы, нам нужен тоже такой небольшой посредник, но опять-таки автономный агент вот это ДПП, которое будет обращаться к смарт-контракту и из него уже доставать данные, то есть доставать данные из блокчейна или наоборот отправлять туда тех заданий или какие-то запросы. Таким образом опять-таки строится общение через пиринговую сеть. И последнее, что нам нужно решать, когда мы избавляемся от IT-компании, нам нужно как-то это верифицировать. Соответственно, сценарий такой же, киберфизическая система как-то что-то публикует в IPFS в блокчейн через AIR, но теперь, после того, как она отчиталась о своих результатах, нам нужно дождаться, что валидаторы подтвердят корректность этих данных, потому что мы все с вами понимаем, киберфизическую систему тоже можно настроить на то, чтобы она выдавала какие-то ложные результаты. И вот эти вот, собирая всю эту картину воедино, мы получаем ту инфраструктуру на Ethereum, которая позволит строить умные города, умные фабрики. Теперь для тех, кто захотел подключить своего робота к Рабономике. У нас есть стек Рабономики, он построен на модели Publish & Subscriber. Вам не нужно думать о том, что происходит внутри. Я вам говорил, мы можем не знать про то, кто скрывается за этим. Но все, что вам нужно знать, что со своей стороны киберфизическая система готова выставить предложение о какой-то работе. Она его записывает, отправляет его в сайнер, сайнер подписывает эту транзакцию, отправляет в рынок, и рынок публикует сообщение опять в IPFS. Вы, видя ситуацию на рынке, можете заинтересоваться в какой-то услуге и отправить ответное предложение с целью купить. Все то же самое. И опять возвращаемся к рынку. Здесь есть матчер, тот, который постоянно мониторит сообщения, и когда он находит соответствие, заключается между киберфизической системой и вами контракт обязательств. Контракт обязательства уже поселяется в блокчейн. Дальше. Когда был создан контракт обязательства, отдельный модуль, который занимается постоянно мониторингом контрактов обязательства, выгружает из него ТЗ и отдает его на исполнение киберфизической системе. По результатам киберфизическая система отчитывается тоже в виде файла, где записаны все ее действия. Файл отправляется в IPFS, хэш отправляется в смарт-контракт, обязательство считается закрытым. Киберфизическая система сделала свою работу. И напоследок расскажу про последний релиз АИРы, который вышел совсем недавно. Отличительным звеном в нем являются маяки. Это новое понятие для АИРы. Маяками мы называем, может для вас будет понятнее, майнеров. Те, которые именно занимаются нахождением, соответствием между спросом и предложением, поселяют эти транзакции в блокчейн, за это они, конечно, получают комиссию. Сценарий следующий. Киберфизическая система постоянно или с какой-то там периодичностью говорит, что я могу сделать это, я могу предоставить им такую-то услугу, или я могу изготовить для вас такой-то продукт. Человек находит интересное ему предложение и говорит, окей, я покупаю. Маяк находит соответствие между спросом и предложением и посылает транзакцию на создание контракта обязательств. Вот здесь, точнее. Контракт обязательств, после того, как был создан, он содержит экономическую и техническую часть. Соответственно, техническая часть выгружается и отправляется к киберфизической системе, она выполняет, отправляет свой логфайл, то есть отчитывается о результате, валидаторы посмотрели, сказали, все окей, все было верно сделано, все это записывается в блокчейн, майнер получает свою комиссию, киберфизическая система получает свою комиссию, человек получает свой товар или услугу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? Да. Любой рост совместимый робот, то есть практически любой робот, может быть подключен к робономике. 3D принтер легко, 3D принтер какой-нибудь манипулятор, дрон, подвижная платформа, практически все что угодно. Насколько я знаю, сейчас даже я встречал проект, который предлагает реализовывать кластеры 3D принтеров, распараллеливая между ними задачи, чтобы ты заказывал и отправлял только макет, дальше на выходе это все максимально быстро получалось. Модель, вот как раз та, которая используется в Росте, мы абстрагируемся от какой-то конкретной, извиняюсь, железяки. Нам главное, чтобы она соблюдала протокол общения вот через стэк робономики, то есть определенный топик. Она, когда готова отправить предложение, она связывается со стэком робономики и в определенный топик пишет свое предложение и с другой стороны ждет сообщение, что было найдено соответствие и вот тебе ТЗ делает. Да, собственно говоря, в этом в техническом описании она скажет, если мы говорим про 3D принтеры, мне нужна STL-модель того, что ты хочешь напечатать. Мне нужна STL-модель и столько-то денег. И твой мотоцикл. А я протоколом железки-мабуката обычно имею для посоединения к РОК? Нет, он не к железке, он описан у нас, это наш протокол. У нас есть документация по нему. И на самом деле я уже сказал, что там все довольно просто. Там и описывать-то нечего. Вам нужно послать одно сообщение и дождаться второе сообщение. Вы должны, конечно, вы как инженер должны быть знакомы с РОС, потому что вы будете программировать эту киперфизическую систему. Но это не составляет большого труда. Когда вы разберетесь, или если вы уже какой-то промышленный инженер, для вас послать сообщение вообще не составляет. Нет, можно более простой сценарий привести в пример. У нас есть пошаговая инструкция для того, чтобы вы могли, скажем, поставить у себя датчик CO2 или метана, оценки состояния воздушной среды. Вы подключаете этот датчик, накатываете на Raspberry Pi готовый образ, все, подключаете это к сети, и у вас уже есть... Вы заводите адрес, на который вы публикуете информацию со своего сенсора. Представьте, если вот так мы поставим по всему городу подобные сенсоры, то можно будет уже достаточно хорошо отслеживать то, что происходит с различными выбросами и прочими ситуациями. Хотя вот... Ну, для нас это весьма актуально, я бы сказал. Когда говорили о правительстве, о правительстве какой страны идет речь? На самом деле, я могу сказать, что я смотрел стратегию цифровой экономики России, и она не сильно отличается от того, что было раньше опубликовано в Евросоюзе или в Америке. Я так думаю, что наши законодатели... Ну, не законодатели, да, это некоторые экспертные группы решили, что изобретать велосипед, если уже много чего сделано. И, в принципе, все придерживаются определенных направлений по... Ну, в частности, связанных с децентрализацией подобных систем. Ну, потому что это, прежде всего, устойчивость. Вот, но, как бы, что будет на практике, посмотрим. Есть еще вопросы? Да. Что еще? Что еще? Что еще дроны продлили? Последнее, что мы... Вот из последних потерь, это мы утопили полностью дрона в Сан-Франциско. Пока проводились... Ну, штук пять, наверное. Штук пять прям совсем. А вот этот трос взаимодействия, оно описывается на каком языке? У него два официально поддерживаемых языка, это C++ и Python. Мы придерживаемся Python, потому что это гораздо проще. Есть порт на несколько других языков, в частности, на Lua, еще на какие-то специфичные. Основные два, C++ и Python. А кто основной регистрирует в Африке? Это там в Африке? Нет, нет. Сейчас, прежде всего, идет работа с крупными партнерами. Но вот одна из последних договоренностей, опишу ситуацию. Порт Остенд, он вроде к Бельгии относится. В общем, ситуация следующая. В порт заходит корабль, и этот корабль использует некачественное топливо. Но проблема в том, что сотрудники порта не могут зайти на корабль и проверить. Вот, взять, проверить и сказать, вот ты используешь нехорошее топливо, тут коптишь нам все. Но при этом эту информацию в целом по городу измеряет и фиксирует администрация, которая порту присылает, так скажем, я не знаю, это штрафы или еще что-то, что, ребята, у вас нехорошо в порту, кто-то там коптит, а вы ничего с этим не делаете. Они у себя разворачивают сеть сенсоров СО2 и пыли по всему порту таким образом, чтобы можно было отследить с момента входа в порт корабля, что вот этот корабль пользуется некачественным топливом, у него выбросы выше нормы. И, соответственно, отправить эту же информацию также в администрацию, чтобы штраф приходил адресно тому, кто нарушает правила, а не порту. То есть, они локально разворачивают на себя вот в порту и на вашей сети? Они сеть сенсоров самостоятельно разворачивают, а всю коммуникацию между администрацией города и, собственно говоря, владельцами порта мы берем на себя. То есть, мы обеспечиваем безопасность и доступность данных. Но это как бы локально, конкретно, только для этого порта? Ну, сеть какой-то организованной? Нет, сеть она глобальная. Нет, она... То есть, эта публикация делается в эфир. То есть, вы тоже сможете зайти и посмотреть, что вот показатели CO2 выбросов в этом порту, они не превышают нормы. Вот. у вас был вопрос. У нас сложный вопрос только с почки поставочной. Угу. Сослоячей. Красивая история, когда автономный склад с автономным... Да. ...выщемости, кто оставляет, значит, синхронизируется. Вот сейчас какие-то... А, мне указали презентацию, как печатать штрих-коды на какие-то элементы лекарства. Вот если брать конечный продукт и всю цепочку добавленной стройности или неискаженной ценности, которая вот с этими продуктами происходит, как вся цепочка обеспечивается коммуникацией. То есть, как один элемент системы, понимаешь, как другого элемента системы. И... Значит, к этому есть это мнение, что мы недооцениваем в некоторой степени телекоммуникационные средства связи например, там, сколько их выше в России и во всей... как в одном лонде или даже если говорить именно обеспечении передачи сигнала, вот. То как раз механизм исчитывания, развернуть большую сеть сенсоров для того, чтобы выбросы такого-то трейлера предъявить, скажем так, измерение качества, это довольно накладная история для того, что вести конкретно этот указатель в этом конкретном месте. Если же говорить о нескольких на земном шаре, если проходит цепочка создания конечной ценности, которую покупают, то каким образом насколько я помню, продукт предусматривает возможность отследить всю историю качества товара, конкретно, пусть это медицина, фармацевтика, там, вот те параметры, изготовление изготовления, как я приблизительно понял, о чем речь, но на примере с фармацевтикой могу сказать следующее, что сейчас это не, я соглашусь, не такие длинные цепочки обеспечения, то есть там порядка пяти операций при производстве и, собственно говоря, доставки до пункта реализации, но в целом я не вижу никакой проблемы в том, что если мы знаем, что вот эта цена, вот она физическая ценность, и она соотнесена с данными под какими-либо характеристиками, которые мы можем проверить, просмотрев информацию в блокчейне и после этого доставить этот продукт до потребителя. Тут, наверное, больше момент следующий вопрос, так скажем, я подумаю, постараюсь развить то, что вы говорили, то, скажем, есть метка QR, да, на продукте, кто гарантирует то, чтобы эта метка, скажем, не была использована еще раз, да, ее копировали, поставили на другое, я правильно понимаю, вы об этом говорите, то есть, насколько реально обеспечить, что вот конкретные данные соответствуют конкретному продукту, и проследить, протрекать всю его цепочку обеспечения. Ну, приблизительно об этом. Я бы сказал, что тут вопрос, наверное, будет решаться, как с единой государственной системой ЕГАИС. то есть, когда доставляется до пункта конечной реализации, этот пункт конечной реализации, он фиксируется, что вот именно этот пункт, вот у него есть именно эта ценность, и потребитель может быть уверен, потому что если он именно в этом пункте производил, приобретал, да, но в данном случае мы когда кассир отпускает продукцию, он ее пробивает, соответственно, она может пробиться только в случае, если не позже 10 часов вечера, если этот пункт именно он и является обладателем этой продукции, ну, то есть каким-то базовым условием, который гарантирует прошу прощения, меня прям хорошо, я ответил приблизительно на ваши вопросы, ну, хорошо, можно вынести в дискуссию, согласен. можно все-таки вот если взять большой порт и конкретный кейс, приезжают трейлеры, плохо пахнет в воздухе, это вот одна ситуация, если у нас есть какой-то продукт, который производится в трех странах мира, вот, какие-то привыкаются дополнительные релизы, которые накладывают на немодных добавленных стоимость и так далее, тогда получается в цепочку нужно закладывать все вот эти элементы контроля, если говорить как контроль качества, ну, по факту и получается вот условный трейлер нужно будет или вот условный элемент производства процесса нужно будет сопроводить системой датчиков сенсоров, ввязать все в единый процесс и дальше обеспечить вот этот контроль качества, то есть даже насколько я понял в порту вот эти все датчики обеспечивает какая-то служба порта, которая вероятно умеет это делать, дальше таких служб нужно несколько, если продукт производится в равной частях зимнего шара и то есть вот роль Аира в том, чтобы создать коммуникационное поле используя два протокола робот и Аири. Да, да. Мы прежде всего за, отвечаем за взаимодействие этих систем между собой и определенную экономическую мотивацию агентов агентов, используют и участвуют в этом процессе. Если я правильно понял, получается, что в вашей модели что РОС взаимодействует с РОС, а пользователи взаимодействуют с РОС, а пользователи соответственно взаимодействуют с РОС, по факту да. Аэро и учения они не отбирали. Да. Вопрос в том, что как вы взаимодействовали с РОС, взаимодействовать с РОС? Через ДПП. Ну, в любом случае для вот сейчас представим ситуацию, наш лидер очень любит рассказывать эту историю, вы пришли на завод автомобильный покупать машину и вы садитесь напротив с менеджером, он вас спрашивает какой цвет, какой кузов и так далее, все это заполняет форму, берет и отправляет. Вот эту форму просто нужно выполнить в виде небольшого веб-приложения, которое будет общаться уже со смарт-контрактом, требовать необходимые поля и отправлять их уже, ну, требовать уже оплату, отправлять их уже на смарт-контракт. Да, вот, ну, для какого-то конкретного случая, так как мы очень абстрагируемся от роботов конкретных, то нужно будет вот эти интерфейсы делать под каждый случай свой. для таких случаев, как, например, рынок сенсоров, у нас уже есть готовые решения, какие-то образы у нас уже есть. То есть, мы собираетесь интерфейс делать сами, то есть, не подключать аромию? Нет, интерфейсы делают, если вы хотите подключить робота к робономике, вы обеспечиваете его интерфейсом. Мы обеспечиваем функционирование сети робономика. Спасибо. вы должны дать пользователю удобные вопросы. По факту то, о чем мы говорим сейчас, это что робот-оперейтинг систем уже обеспечил интерфейсы для огромного количества робототехнических систем, и вам не нужно что-то изобретать самостоятельно. Вы можете воспользоваться готовым решением. Но по факту то есть, это будет выглядеть следующим образом. У вас есть робот, у вас есть сборка образа, вы накатываете образ либо на самого робота, либо на какое-то периферийное устройство в виде одноплатного компьютера, и дальше этот одноплатный компьютер общается и с роботом и с сетью робот-оперейтинг. Я не знаю, как это она опорсовственная? Да, она опорсовственная. А законченные решения есть франа, есть завод, и вот там работают за что вы сделали? Юскейс, это уже готовые решения, которые работают, и это проекты, которые уже в какой-то стадии реализации? Хорошо, сейчас в основном это проекты в стадии реализации, то есть где-то как в химфарме уже запущен определенный процесс, и сделаны образцы для того, чтобы продемонстрировать это и найти потребителя, вот, а где-то это на уровне проработки именно технического решения, то есть вот как я рассказал про порт, сейчас идет как раз установка вот этих столбов, там, столбы автономные с датчиками CO2, которые будут питаться от солнечных батарей и связываться между собой МЭШ-сетью, вот, сейчас идет установка и к концу 2019 года эта система будет полностью уже функционировать в рабочем режиме. Еще короткий вопрос, то, что дронами уже доставляют пиццу, или будут доставлять пиццу, наверное, частый вопрос, вот как-то в этом сейчас? Дронами доставляли пиццу, в частности, вот, в Казани наши коллеги Коптер-Экспресс, достаточно хорошие наши друзья, они получили хорошую рекламу, молодцы ребята, мы с ними дружим, их роботы, ну, в смысле, их дроны работают, способны, да, работать с нашей сетью, мы их подключали, запускали, все в порядке, но вопрос, вот, что касается дронов, тут у нас упор, прежде всего, не на сами летательные аппараты, а на системы трафика менеджмента, то есть, понятно, что, когда воздух поднимутся, там, сотни таких вот маленьких летательных аппаратов, их, во-первых, нужно будет где-то, так скажем, агрегировать, да, чтобы они не по всему городу подряд летали, нужны будут какие-то воздушные коридоры, то есть, кто-то эти воздушные коридоры должен нарезать и выдавать, там, фиксировать, там, вот, ты летишь по этому воздушному коридору, ты летишь по этому воздушному коридору, собственно, вот, больше об этом вопрос, то есть, вот, продукт Аира, он, КамАЗ, Мюнгрил, короче, анимация, или какая-то другая компания, вот, Аира в каком-нибудь продуктовой линейке какой-нибудь компании присутствует, то есть, не партнера, а именно компания, которая использует? Прежде всего, прежде всего, Аира это open-source продукт, и поэтому те партнеры, которые подключаются и используют его, они в данном случае и выступают отчасти мейнтейнерами, то, что вы говорите. Тут стоит вопрос в поддержании работоспособности данных сети, то есть, необходимо постоянно обеспечивать коммуникацию для этих систем, для этого существуют внутренние токены. компания, которые заключили контракт, заключили контракт, которые вам платят и самое главное, зарабатывают деньги, используя 4 буквы Аира. Есть. Вот тот проект, про который я рассказал с карбоновыми выбросами, углеродными выбросами, да, у IPCI, она, эта компания использует Аира как основное решение для токенизации экстернальных негативных в виде выбросов CO2. И, собственно говоря, под заказ мы делаем для нее уже непосредственную имплементацию. Нет, нет, вообще насколько я понимаю вопрос о том, что они делали на открытии зимней олимпиады при помощи своих дронов, то есть они при помощи дронов и сноубордиста составляли там различные какие-то символы и демонстрировали виды спорта, но у них есть своя система для менеджмента вот этого большого количества дронов, потому что там не стоит вопроса прежде всего о какой-то логистике или доставке, когда необходимо взаимодействие между различными участниками, различными агентами, я имею ввиду, юридически разделенными. где траектории нужно в процессе менять или какие-то погодные условия подстраиваются, то есть у них используется достаточно определенное решение, что они знают заранее параметры среды. цена формируется посредством спроса и предложения на рынке. Вы сами можете в убыток работать. Можете сами вы когда подключаете свою киперфизическую систему, вы сами устанавливаете цену на услугу и потом уже смотрите, если у вас появилось много конкурентов, вы наверное захотите чуть снизить, чтобы вашим роботом пользовались. Здесь уже вступают экономические взаотношения. Да, это то, что уже относится экономика для роботов. То есть это когда автоматические агенты участвуют в экономические взаимоотношениях как полноправные члены. Еще такой вопрос к экономику. Вы рассказывали про то, как экономят газ в случае шоверных. Потому что это постоянно считывание сдачи безоплатно. я говорил про газ когда я говорил про запись блокчейн газ это единица измерения минимальной работы в сети эзерю. И она имеет свою цену. Эта цена устанавливается тоже динамически пользователями. Вы сами вправе выбрать сколько вы готовы заплатить за одну единицу газа. и когда я говорил что дорого записывать запись блокчейн вообще самая дорогая операция а всего на блок выделено 8 миллионов единиц газа. Вам этого может изначально просто не хватить а другая часть что вы за все это будете платить реальными эфирами реальными долларами. А записать строчку хэш сравнительно недорого. Поэтому данные идут IPFS а хэш идет блокчейн. ну да то есть вы например заказывайте я хочу за ближайшие 2 часа которые будут или которые прошли получить данные о состоянии CO2 показания CO2 в воздухе в какой-то точке и вам собственно говоря делают выгрузку вот этого файла и вы получаете хэш ссылку на этот файл в конечном итоге. что система ну то есть вы заказали если есть такая такое предложение на рынке то вы собственно говоря его получите эфир нужен для поддержки собственно говоря для того чтобы взаимодействовать с эфиром использовать и и зерем вирту машин а для того чтобы взаимодействовать с другими агентами киберфизическими системами используется свой токен внутренний если у вас есть эфировский адрес вы можете оплатить любую любую транзакцию ну да 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 то есть если 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 у вас есть эфир да вы говорите с легкостью сможете воспользоваться есть шейп шифт скрытая реклама александр вадим спасибо вам спасибо большое вы очень благодарны александр вадим